всем привет наши дорогие любители крыма и путешествий сегодня на календаре у нас 26 ноября но это видео вы смотрите немножко позже а почему а все потому что у нас есть на канале график когда мы выпускаем видео также очень много видео уже на youtube залито я так называю мы их уже выставили ну что о чем сегодня будем говорить пока мы едем по трассе таврида с очередных съемок я хочу поговорить с вами о важных вещах которые происходят в крыму про обстановку в крыму про творческие планы наши про погоду про природу да обо всем обо всем о чем душа лежит так что ставим видео на паузу кто не подписан подписываемся кто же подписан быстренько завариваемся теплый чаек достаем плюшки достаем что-нибудь из холодильника ребятки и садимся смотрим видео так все после паузы включили его уже с чайком с плюшками классно погода в крыму в конце ноября дождливая задождило ребята как говорится за сентябрила нет за ноябрила вы смотрите это видео уже в декабре да уже где-то снега но в крыму вот мы сейчас едем на часах у нас 12 часов 18 минут температура воздуха плюс 8 снега еще не было нигде не в предгорьях не в горах снега еще не было ребята трасса таврида работает в своем обычном режиме и теперь по поводу крымского моста на крымском мосту после теракта установили уже четыре пролета но пока движение ограничено меры безопасности на крымском мосту очень повышен если раньше вы передвигались из крыма в крым не нужно было никаких проверок ничего проверки были такие легкие выборочные сейчас же все автомобили и легковые и также микроавтобусы проходят достаточно пристальный контроль и я считаю это правильным но пугаться нечего очереди не сильно большие смотря как вы попадете сам я на крымский мост конечно не ездил после тракта и видео смысла в этих съемках тем более что запрещено в крыму снимать всю инфраструктуру транспортную на крымский мост также ждем инфраструктуру но со слов своих знакомых я слышал что очереди из крыма могут быть буквально час-час двадцать в крым если это выходные праздничные дни конечно же очереди немножко побольше на посту контроля вас попросят поднять капот открыть двери открыть бардачок открыть багажник выборочно могут проверить вещи также открыть отсек где хранится ваша запаска но движение есть но пока она ограничена скоро все сделают в принципе до конца года обещали все наладить и крымский мост заработает своем обычном режиме все фуры которые доставляют крым продукты также вещи первой необходимости также это почта различные значит доставки вал перес озона значит сдек они работают тоже обычном режиме конечно наблюдаются небольшие задержки с поставкой различных вещей в плане запчастей даем точно могу сказать потому что большие фуры они идут через новые территории это донецкая и запорожская область номера уже начали новые выдавать по новым регионам там 81 идет 85 по моему 80 и 83 или 84 но это я точно вам сказать не могу мне это сильно не интересно когда я поеду на ту сторону в принципе сделаю видео а ехать этого собираюсь но это будет чуть позже пока вот такие вот небольшие секреты значит теперь по поводу безопасности в крыму передвижение в крыму свободно никаких блокпостов нет да конечно атаки по отражает отражает атаки беспилотников это никакая не тайна работает по евпатории севастополе армянские джанку и это я точно знаю могу сказать вам никаких повреждений инфраструктуры крыма нет так это происходит на украине что украина практически вся обесточена и значит листа иногда youtube смотрю некоторые видео также различные каналы различные посты на каналах как некоторые люди там высказываются которые живут на украине они пишут что значит россияне и нехорошие люди не буду говорить плохие слова которые они там говорят озвучивают и пишут что якобы вот была в больнице операция ребенок на операционном столе и тут раз отключение света и все человек или ребенок умер вот что вот мы нехорошие люди всех кто живет в россии допустили это но извините меня это я сейчас скажу людям которые посмотрят мое видео и будут писать вот такие же комментарии озвучивают на секундочку в любой больнице должен быть резервный генератор который обеспечивает электричеством как операционные так и процедурные так и всю больницу это раз во вторых давайте так господа с незалежной вспомните как вы бомбили донбасс как умирали люди на операционных столах как умирали люди в городах как прилеты были по автобусным остановкам и по всему остальному так что как то так кажется за что боролись на то и напоролись как плясали с кастрюлями на голове так и получили это про украину о чем еще я хочу с вами поговорить подступы к административной границе крыма укрепляются ведутся работы по укреплению именно по военному укреплению границы крыма потому что ситуация такая что она непредсказуемо все надеются и уверены в лучшем но как говорится кто предупрежден тот вооружен так что никогда не помешает укрепить свои административные границы военными укреплениями да возможно вам немножко неудобно смотреть это видео из-за того что работают щетки стеклоочистителя на машине но как говорится от этого никуда не деться значит люди в крыму в том числе и симферополь это город в котором живу я спокойно ходят на работу по своим делам в какие-то кафе рестораны кино ходят будет в гости так что в принципе жизнь в крыму течет своим обычным чередом ну конечно вот мы иногда переписываемся и созваниваемся с ванечкой алене и аленой это канал крымские маршруты они же не строители живут они в жанку и и пишут они что да в жанку и очень часто работает по теперь по поводу города армянска различные посты что с армянской массово уже возят эвакуируют людей местных жителей нет такого нет это я знаю точно потому что там в армянске тоже живут наши знакомые кто хочет тот уезжает конечно из армянска кто же решил остаться никуда не уезжает никакой принудительной эвакуации нет так что люди живут не на границе с крымом конечно вся эта работа по он она создает такие бумаги так моральные неудобства но люди которые живут в армянске джанку и они уже где-то к этому привыкли полностью привыкнуть к этому конечно же невозможно но жизнь идет идет своим чередом люди живут люди крым не покидает кто хотел покинуть крым тот крым покинул скоро начнутся новогодние праздники в крыму решили как во многих регионах не тратится на новые новогодние украшения городов сиферополь ялта и все остальные города будут в том числе севастополь будут украшены украшениями которые куплены в прошлом позапрошлом году но города украшать год новогодние праздники никто не отменял также никто не отменял новогодние праздники для вас дорогие зрители и подписчики и в принципе крым на новый год открыт для всех нормальных людей которые едут в крым именно отдыхать едут без злобы без ненависти так что приезжайте крым ждет всех желающих теперь по поводу наших творческих планов как вы знаете последнее время мы снимали цикл видео о жизни в селе о крымских селах деревнях как живут люди где-то показывали даже вот так вот немножко трэш контент совсем вымирающие деревни и села где осталось там всего лишь жилы по пару домов и вы сами видите какая погода примерская наступает слякоть распутятся а как правило те деревни которые мы хотим снять там ребята просто-напросто дороги без асфальта распутятся страшно и нереально будет проехать на нашей легковой машине у нас не джип не него куда-то в глубинку такую без опаски застрять а если застрял где-то в глубинке на периферии то можно и трактора не найти чтобы вытащили и придется кричать ау и кстати интернет и мобильная связь в крыму в глубинке не везде работают кое-где работают а кое-где с перебоями так что мы в принципе снимать продолжаем от съемок не отказываемся видео у нас выходит по графику найдем что снимать будем снимать и город симферополь наш родной город и также будем снимать курортные города ялта алушта где-то что-то интересное подвернется снимем обязательно как я говорю есть планы выехать вновь присоединенные территории российские это запорожская область и также донецкая область но это пока в планах как все повернется я пока не могу сказать но в принципе все что я вам хотел рассказать все я рассказал мы уже подъезжаем к симферополю носим не смею вас задерживать у вас наверное закончился уже черепу если перед этой плюшки наверно все съели и очередь бежать за следующими плюшками так что ребятки на этом сегодняшнее вот такой вот полу развлекательное информационное видео манер на будем заканчивать но пока еще я вам низкого до свидания хочу показать вам как проходит строительство развязки это южный обход города симферополя страссы таврида практически перед самым въездом в город симферополь это автодорога донская перевальная она будет выходить как раз селе перевальном когда это участок дороги сделают будет просто шикарно потому что ставриды вы пойдете по дороге хорошие нормальные вам не нужно будет заезжать симферополь это те кому нужно будет ехать на южный берег крыма и вы прекрасно великолепно без всяких пробок в городе симферополе и также автодороги лучше 7 симферополя лучше попадете на южный берег выйти в перевальном село перевальная находится как раз перед ангарским перевалом так что крым строится крым улучшается все в крыму делается для того чтобы люди здесь чувствовали себя оторванными от материка и уже впереди виднеется город симферополь всем пока и до встречи в следующих выпусках